добрый вечер друзья начну с короткого рассказа об одном бою где-то под донецком противник четырьмя танками и около полусотни пехотинцев попытался атаковать наши позиции ребята сожгли два танка один уничтожил ударный коптер один заглуши они просто угнали банально вот этот человек который угнал украинский танк угнали ребята мы не только можем уничтожать мы можем их угонять такое тоже бывает но и только что пришло сообщение о том что противник нанес удар по запорожской атомной станции правда беспилотники до самой станции не долетели были уничтожены но сама попытка говорит о полном безрассудстве противника да безусловно без беспилотники не способны уничтожить или повредить собственно сами реакторы но попытка прервать работу или создать аварийную ситуацию на лицо порадовал и лавров сообщивший о том что географические задачи спецоперации изменились теперь это не только днр и лнр но и ряд других территорий цитата если запад поставит киеву дальнобойное оружие географические задачи спецоперации на украине отодвинуться еще дальше хотелось бы до варшавы но в принципе и львов нас тоже устроит штаб территориальной обороны днр сообщает об освобождении берестового восточнее солидара наши бойцы сообщают о том что берестовое практически полностью уничтожено огнем противника и закрепиться в нем пока не удается из-за того что артиллерийский обстрел продолжается и очень интенсивный артиллерийский обстрел не успел я упомянуть о том что последние сутки прошли без уничтоженных боевых самолетов противника как вкс россии воздушном бою уничтожили миг-29 в николаевской области и завалили су-25 у доброполья в днр николаев же в ближайшее время будет закрыть для массовой облавы на коллаборантов и предателей имена которых к ему присылают в обмен на 100 долларов это сообщение из николаева пока все шары в лузу и все говорит о том в том числе и обстрел моста в херсоне обстрел каховской газ что киев действительно сделал ставку на организацию наступление на херсонском направлении что выглядит вполне логичным так как харьковской области но мало того что неудачи они отступили но и там близко границы с россией то есть легко организовать обеспечение поставки подкреплений на донецком фронте совершенно понятно что инициатива находится в наших руках на запорожском фронте они попытались от атаковать весь последний месяц и тоже неудачно вот херсонское направление особенно после того как будет уничтожено как они рассчитывают мосты херсонии на каховской газ но это вполне возможно тем более что контр-наступление им необходимо как воздух потому что сейчас уже сообщают о том что помощь запада будет сокращаться ну например глава минобороны фрг признала что ресурсы бандесвера заканчивается цитата мы больше не можем много отдавать из запасов бандесвера я скажу это очень четко и мой коллега имеется ввиду министр обороны хунты тоже об этом знает конец цитаты точно также об этом говорил и министр странных дел италии мы понимаем что и некогда великая британия сейчас не до того у них там джонсона убрали идет драка за пост премьера да и в соединенных штатах у демократов позиции плохи они скорее всего проиграют промежуточные выборы осенью республиканцы постараются помощи немножко по уменьшить тем более решать проблемы в соединенных штатах им выше крыши их там хват более чем достаточно тем более что в ша все пока еще стабильно полоумный мужчина на старости лет объявивший себя женщиной и благодаря этому назначены одним из руководителей министерства здравоохранения призывает гормоны блокировать половое созревание детей а после назначать им пол при этом критерии совершенно непонятно цитата нам нужно расширить возможности по применению в отношении детей блокаторов полового созревания и деятель операции согласно учрежденному полу конец цитаты я даже комментировать не хочу ну а на этой карикатуре верны оба варианта ответ есть действительно небывалая жара и пока еще не полная но вот та самая о по что касается жары то она в общем то идет по всей европе что интересно в крыму теперь прохладнее чем в лондоне в лондоне вообще в англии средняя температура была по практически по всей территории выше 39 градусов тени а как видно на фотографии в лондоне до доходило до 45 градусов выше нуля на этом пока все новости на этот час всего вам доброго до свидания